Добрый вечер! Вы смотрите Телемикс Новости, студии Евгений Михайлов. Сегодня в выпуске. Эрозия почвы. Южные ворота Красноярского городища вскоре могут исчезнуть. Краевой закон. Запрет на продажу алкоголя установят в Приморье 2 сентября. Меры поддержки. Многодетные будут получать компенсацию за проезд школьников. О местах отдыха. Новый чат-бот запустили в Министерстве туризма края. Уссурийские игры. Для участников фестиваля сейчас активно упаковывают сувенирную продукцию. Владивостокская крепость. Премьера сюиты. Мастер-класс по колокольному звону. Музыкальные экспедиции ждут гостей фестиваля. Южные ворота Красноярского городища могут исчезнуть. Причина – эрозия почвы, которая образовалась из-за влияния климата и действий человека. Как с этим борются археологи? А также о планах по привлечению к тайнам древней истории края современных туристов. Смотрите в сюжете. Вместо привычных раскопок археологи, наоборот, создают дерновую насыпь. Южные ворота Красноярского городища грозят скорым исчезновением в результате почвенной эрозии. Разрушением способствует не только климат, но также колесная техника и домашний скот. Искусственные холмы на месте обнажённой глины, по мнению сотрудников, остановят процесс эрозии. Для этого нужно дождаться, когда они основательно зарастут травой и кустарником. Мы в этом году работали на территории Уссурийского городского округа в Суворовском училище. Но так как памятником мы всё время занимаемся, поэтому мы с этой стороны уже закончили раскопки там. И мы уже вторую неделю укрепляем южный вход в центральные ворота этого города. В этом участке территория древнего поселения примыкает к современной дороге. Памятник испещрён следами колёс. Есть и полноценные колеи, которые ведут вглубь городища. Здесь же находится водоём, который вырыли Джурджини сотни лет назад. Под толщие соки, по словам археологов, теперь скрыто скопление мусора. Не можем сказать, какая глубина, потому что внутренняя часть очень сильно пострадала от антропогенного воздействия в современности. В то же время в уникальности городищу не отказать. На его территории археологи нашли печать с девизом правителя Восточного Ся, которая свидетельствовала, что именно здесь располагалась столица этого государства – Каюань. Регулярные раскопки ведутся с 1995 года. На следующем году юбилейный год. Вчера у нас были коллеги из Китая, и они спросили, будет конференция, посвящённая юбилею. Мы говорим, мы постараемся. Этот памятник мирового значения, интерес к которому проявляются не только, скажем, китайцы, это вся Юго-Восточная Азия, Восточная Азия, вернее, интересуется этим памятником, потому что столиц на территории Приморья одна у нас столицы, больше других не будет. Кроме защиты от эрозии, готовят городище и к туризму. Возле знаменитой статуи Будды появится музей города Каюань. Гулять по территории можно и сейчас, но только пешком. В проекте создание экологических троп с необходимой информацией о древней истории памятника. Евгений Михайлов, Роман Адонин, Телемикс. Снос аварийного жилья идёт в Уссурийске. На очереди демонтаж дома на фронт за 111. Если не помешает погода, строители разберут здание за несколько дней. Где ещё идут такие работы, расскажем далее. Аварийное жильё под снос. Этот дом на фронт за 111 опустел давно. Сейчас двор, штакетник, заборы и стены – всё это скрыто за густым покровом травы и молодыми деревьями. Рабочие уже приступили к демонтажу ветхого здания. Если не помешает погода, то строители разберут дом за пару дней. В целом, подобные работы ведутся на Ленинградской, Фрунзе, в районе Китайского рынка и на Слободе. Признать здание ветхим или аварийным может только специальная комиссия. Оценку состояния дома эксперты проводят и по запросу жильцов. На очереди под снос дом на Блюхера-103. Здесь строители уже разобрали крышу и очистили помещение от мусора. Евгений Михайлов, Игорь Антонов, Телемикс. Запрет на продажу алкоголя установят в Приморье 2 сентября. Так велит краевой закон. Документ не разрешает торговать спиртым в День знаний. В этом году праздник выпадает на воскресенье, поэтому все торжественные события сдвинули на понедельник, а вместе с ними сместили и требования закона, который действует с марта прошлого года. Ограничения будут в силе до 10 часов утра 3 сентября и не касаются продажи в общепите и в магазинах беспошлиной торговли. Напомним, такие же правила установлены для Международного дня защиты детей и последнего звонка. Приморье поднялось в национальном рейтинге. В прошлом году наш край занял 69-ю строчку, а в этом переместился на 50-е место по стране. Об этом рассказал губернатор Олег Кожемяка, но глава региона отметил, еще есть что улучшать. Каким образом? Обсудили на заседании Совета по качеству жизни. Подробности далее. Много парков и скверов, высокий уровень занятости населения, рост зарплат, небольшие расстояния от дома на учебу и работу. Сильные стороны Приморья по сравнению с другими регионами. Это показал национальный рейтинг качества жизни. За год наш край поднялся на 19 пунктов. Бессловно, это хороший результат, но позиция региона должна быть безусловно гораздо выше. Проблем еще достаточно много и наша задача поэтапно их решать и создавать все условия для того, чтобы люди видели изменения своей жизни в лучшую сторону по всем направлениям. Рост показателей практически по всем блокам. Здесь на слайде вы видите, что у нас хорошая динамика по образованию, по частоте экологии, потреблении досуг, госуслуги и сервисы. Несмотря на это, есть и те направления, по которым мы наблюдаем либо снижение, либо недостаточный рост. К слабым сторонам Приморья участники опроса отнесли медицинское обслуживание, запись ребенка в сады и школы, качество ЖКХ и дорог, уровень безопасности. В краевом правительстве оценили результаты рейтинга и усилили работу в этих направлениях. Например, решили создать отряд «Тигр правопорядок», где смогут служить те, кто успешно завершил контракт с добровольческим батальоном. Грядут изменения и в оказании скорой помощи, ее своевременности, наличии дополнительных постов. Вопросы уже обсуждаются с Минздравом. Продолжится работа по ранней поддержке детей с ограниченными возможностями здоровья, строительству школ и садиков, повышению уровня сервиса в разных сферах. Национальный рейтинг – способ узнать, что именно волнует приморцев. Олег Кожемяка призвал все органы исполнительной власти вместе работать в нужном направлении и рассчитать, как повысить позицию региона в рейтинге. Евгений Михайлов, Виктория Калинина, Телемикс. Многодетные будут получать компенсацию за проезд школьников. Такая мера поддержки начнет действовать в Приморье с 1 сентября. Право на выплату имеют семьи, среднедушевой доход в которых ниже двукратной величины прожиточного минимума. В 2024 году это меньше 38 870 рублей на человека. Те, кто проходит по условиям в сентябре и октябре, получат по 1820 рублей на каждого школьника. Далее пополнять счет станут в размере фактических расходов за проезд в прошлом месяце. Сумма предназначена для оплаты билета, например, в городской и пригородный автобус в пределах края. Главное условие – в транспорте должно работать электронное устройство системы учета. Сообщается, что для получения выплаты родителям школьников нужно подать заявление через МФЦ или региональный портал госуслуг. Подробнее расскажут по телефону на экране. Новый чат-бот запустили в Министерстве туризма Приморья. Теперь сообщить о недобросовестных местах отдыха в плохом сервисе стало легче. Обращения анонимны. Главная цель – собрать информацию о нелегальной деятельности предпринимателей, чтобы защитить права туриста и обеспечить его безопасность. Если вы оплатили свой отдых, а никакого финансового документа не получили, обязательно сообщите об этом. По каждому обращению проведут проверку. Сообщают на сайте правительства края. Первые семейные уссурийские игры. Для участников фестиваля сейчас активно упаковывают сувенирную продукцию. Подарок получит каждый конкурсант. Кстати, если вы еще не успели подать заявку на состязание, то вас ждут на Некрасово 66 на первом этаже до 28 августа включительно. Мы поздравляем вас с участием в первых семейных уссурийских играх и хотим вручить вам подарочный набор. Маленькая Вика рассматривает подарок, который девочки приготовили в дирекции первых уссурийских семейных игр. Малышка стала участницей фестиваля. Вместе с мамой подала заявку в категорию «Светлячки» и получила такой приятный бонус. Это правда очень хорошее, важное мероприятие, объединяющее мероприятие. Организаторами подготовлены хорошие призы и подарки. Ждем вас на этом очень нужном и важном мероприятии. А вот как подарки упаковывают. Брендированные блокноты, ручки, современные наклейки на телефон старательно складывают в папке участника. Делают это большое количество волонтеров. К слову, в дирекции первых уссурийских семейных игр отмечают. Добровольцев очень много, люди сами изъявляют желание помогать организовывать фестиваль. Для участников фестиваля первые семейные уссурийские игры приготовлено 7 тысяч наборов сувенирной продукции. Раздавать мы их будем после регистрации, во время первого состязания. Каждый из участников получит папку сувенирной продукции, куда входят блокноты, ручки и наклейки. А также фирменную футболку с логотипом фестиваля. Для участников подготовили не только подарки, но и денежные сертификаты, общий призовой фонд которых более 2 миллионов рублей. Заявки на первые уссурийские семейные игры принимаются на первом этаже администрации округа на Некрасово, 66. В рабочие дни претендентов ждут с 12 дня до 8 вечера. На выходных до 16.00. Прием продлится до 28 августа. Виктория Калинина, Игорь Антонов, Телемикс. Премьера Сюиты, мастер-класс по колокольному звону, музыкальные экспедиции. Все это ждет гостей фестиваля «Владивостокская крепость», который запланирован на 14 сентября. Событие развернется на территории порохового погреба номер 13. Это остров Русский, поселок Экипажный. С 12.00 можно будет самостоятельно посетить достопримечательность или присоединиться к туристической группе. Поучаствовать в лектории, заглянуть в книжную гостиную. Интерактивы устроят и для детей в программе, музыкальные экспедиции и мастер-классы. Но главным событием фестиваля станет премьера Сюиты, которую посвятили Владивостокской крепости как одному из символов краевой столицы. Это музыкальный портрет из картин морского залива и фортов крепости, ритмов порта и шума города. Хор и оркестр выступят под открытым небом. Специальный гость премьеры – заслуженная артистка России Ирина Апексимова. Билеты на сайте музея Арсеньева. Фестиваль «Владивостокская крепость» проходит при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Музею ОМВД по Приморскому краю спустя 7 лет дали новую жизнь. Торжественное открытие выставочной экспозиции прошло в рамках празднования Дня государственного флага Российской Федерации. Диана Мазур продолжит выпуск. В учебном центре органов внутренних дел по Приморью в торжественной обстановке открывают музей, который в своей экспозиции рассказывает историю регионального ОМВД. Сегодня выставка насчитывает более 5000 единиц хранения. В коллекциях подлинные свидетельства значимых событий, сведения о выдающихся представителях состава милиции. Также здесь есть награды и фотографии. Участие в открытии данной экспозиции очень ценно для нас, уважаемые ветераны, дорогие гости. Так как воспитание сотрудников полиции и подрастающего поколения в духе патриотизма и любви к своей родине имеет очень важное значение. В течение 7 лет музей не работал, однако выставочной экспозиции решили дать новую жизнь. Церемония открытия проходила в рамках празднования Дня государственного флага Российской Федерации. Я думаю, это события, они оба взаимосвязаны. Будем воспитывать наше молодое поколение, молодых сотрудников органов внутренних дел. Особое место в документальном фонде занимает информация о сотрудниках, которые погибли при исполнении служебного долга. Они навечно зачислены в списке личного состава регионального управления. Также в музее хранится реликвия органов внутренних дел, знамя УВД Приморского края 1963 года. Диана Мазур, Телемикс. Уссурийских школьников приглашают поучаствовать в конкурсе видеороликов о природе нацпарка «Земля леопарда». Подробности о творческом соревновании и его правилах организаторы рассказали на своем сайте. Главное условие – не менее 70% фильма должно быть снято на охраняемых территориях – в «Земля леопарда», «Кедровой паде», «Дальневосточном морском» или «Уссурийском заповедниках». Хронометраж клипа от 20 секунд до 5 минут. Также ограничен возраст участников. Авторам работ должно быть от 8 до 17 лет. Прием заявок стартует 16 сентября и продлится месяц. Видео нужно будет прислать на электронную почту, которая указана в положении конкурса. В конце ноября жюри назовет лучших в номинациях «Моя земля леопарда», «Экологическое просвещение» и «Герои нашего времени». Победители получат дипломы, ценные призы, сувениры от национального парка и его партнеров. Пока это все новости. Больше информации ищите в наших социальных сетях. Этим вечером с вами был Евгений Михайлов. До встречи.